Игромания дает Отвинта. Крупнейший компьютерный игровой журнал страны и мультиплатформенное приложение Видеомания дарят вам легендарную передачу Отвинта, полностью отреставрированную, с полным боекомплектом шуток и обзоров известнейших игр прошлого века. Всего было выпущено 136 эпизодов передачи Отвинта, и вы увидите их все. В каком порядке, известно только нам. Наслаждайтесь! Здравствуйте, дорогие друзья! Это Бонус, я Гамовер, и мы вместе представляем вам программу Отвинта. Программа эта, как следует из ее названия, целиком посвящена компьютерным играм. А индустрия компьютерных игр сейчас невероятно развита. Ну а пока процветают различные производители игрушек, вместе с ними относительно процветаем и мы. Первая игра, о которой мы сегодня вам хотим рассказать, относится к классу симуляторов. Вам придется ездить на мотоцикле. В общем-то, это мало чем отличается от езды на машине. Он все-таки отличается. Машина, как вы понимаете, это одно дело, а мотоцикл совсем другое. Запах гари, ветер в лицо, пыльные проселки, качковатые поля. Очень романтично. А игра называется «Роудраг». Это примерно переводится, как «Дорожный патруль». В игре «Роудраг» вам предстоит участвовать в гонках на мотоцикле, что само по себе не слишком сложно. Но помимо этого, игра готовит вас к столкновению с жестокостью мира и учит достойно проигрывать. Хотя непонятно, как можно сохранять достоинство, когда привлекательная блондинка бьет вас в случае проигрыша ногами. Да и псевдодрузья ведут себя не лучше, потешаются над вами, почем зря. К тому же вам грозит столкновение с полицией. Чтобы всех этих неприятностей избежать, вам надо постараться выиграть любой ценой. Главное не останавливаться, когда через дорогу переходит старушка. Эта старушка подкуплена вашими противниками. Она появляется на разных участках трассы, выходит на середину дороги и семенит почем зря. Вид у нее такой, что она вот-вот дорогу перейдет, но не тут-то было. Так и семенит на одном месте. Да вы не бойтесь ее сбить. Она специально натренирована для таких случаев. Если старушке не удастся вам помешать и вы выиграете, друзья будут вас всячески поздравлять и приветствовать. В игре имеются как тренировочные уровни, так и настоящие заезды для профессионалов. Последние отличаются тем, что тут вы приобретаете мотоцикл на собственные денюжки. И в случае, если вам удается занять призовые места, вы можете совершенствовать машину практически до бесконечности. Новые детали и узлы для мотоцикла приобретаются в специальном бутике. По мере прохождения трасс вы находите все новые и новые способы общения с окружающими. Если в начале пути вы можете только пинаться ногами и биться руками, то затем ваш арсенал пополнится бейсбольной битой, велосипедной цепью и тому подобным. Игра «Роуд Раш» входит в десятку игр, которые были прокляты государственной автоинспекцией. ГАИ Следующая игра, которую мы хотим представить вашему вниманию, при первом рассмотрении показалась нам немного вульгарной. А при втором рассмотрении она показалась нам совсем вульгарной. Она называется «Love for Sale». Хотелось бы это, конечно, перевести как «Любовь к парусам», но придется перевести как есть. «Любовь на продажу». Создатели этой игры хранят верность завету Фрейда. Если где-то можно увидеть фаллический символ, значит его нужно там увидеть. Тот самый Ларри, которого многие помнят по десятилетней давности играм на экскишках, сильно эволюционировал. Но главным образом в сторону улучшения графики. Проблемы, желания и устремления у него остались все те же. Завоевать расположение как можно большего количества прекрасных дам, возможно, не самая главная задача всей игры. Но зато это главная задача Ларри. Создатели игры в силу своей повышенной нравственности снабдили героя внутренним голосом. Этот голос периодически напоминает Ларри, что его должны интересовать только особи женского пола. Кстати, в зависимости от вашего желания, внутренний голос может говорить как на литературном английском, так и на не очень литературном. Во всяком случае, к нему стоит прислушаться. Помимо внутреннего голоса, вам может помочь число, периодически появляющееся в правом нижнем углу монитора. Оно указывает, сколько именно действий вам следует произвести для достижения хоть какого-нибудь результата. В общем и целом, игра с моралью. Она предостерегает от случайных связей и от женского коварства. Как известно, стратегические игры бывают разные. Для людей смелых, решительных – про войну. Для людей умных, образованных – про экономику. Ну и так далее. Игра, о которой мы вам сейчас расскажем, создана для людей мнительных, страдающих тяжелой формой ипохондрией. Ну она так и называется – госпиталь. Каждому порядочному человеку, наверное, хоть раз в жизни приходила в голову мысль посвятить всего себя благородному ремеслу-уцелителе. И вот теперь, благодаря игре «Госпиталь» вы можете помочь страдающему человечеству. Игра относится к разряду стратегических. Вам предстоит полностью оборудовать лечебницу и следить за всем, что в ней происходит. То есть вы сразу становитесь главврачом, минуя все предшествующие ступени. Понятно, что главврачу медицинское образование в общем-то ни к чему. Самое важное в нашей профессии – гуманное и сострадательное отношение к людям. Да, действительно, ваши пациенты порой ведут себя неадекватно. Вы не должны забывать, что это несчастные, больные люди. Их можно только пожалеть. И вылечить, если удастся. К тому же, если вылечить все-таки удастся, вам будут благодарны не только сам пациент, но его родные и близкие. Ведь, помогая человеку избавиться, например, от слишком длинного языка, вы приносите пользу всему обществу, всем тем, кто от этого языка страдал. Особое удовольствие игра доставит вам, если у вас развито воображение. В таком случае на месте пациентов вы можете представить себе своих разнообразных знакомых и родственников, которых вам бы хотелось слегка подлечить. Итак, дерзайте. И помните, гуманность, гуманность, еще раз гуманность. Ну вот и все на сегодня. Завтра снова соберемся. Гейм, как говорится, ово... В смысле... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГАК ВЕЗДА!